Всем привет! Сегодня я постараюсь показать и подробно рассказать, как всего за несколько часов можно написать красивую цветочную композицию масла. Для этого нам понадобится совсем простой набор красок, можно сказать, ограниченная палитра, с которой мы будем работать. Но писать мы будем довольно щедро, не жалея красок. По весу на палитре сейчас находится до 100 грамм вещества. Это золотистая охра, желтая средняя, красная темная, кармин, умбра жженая, голубая ФЦ, небесно-голубая, ну и, конечно же, титановая белила. А вдохновением для сегодняшней работы послужит картина известного импрессиониста Джозефа Матиаса Алькина, если я, конечно, не ошибаюсь, судя по подписи внизу. Я специально распечатал заранее эту фотографию для того, чтобы периодически посматривать на неё во время процесса и держать этот образ у себя в голове. Ну и хотелось бы написать работу не столь похожую, сколько в духе этого сюжета и этой композиции. Поэтому сегодня я буду писать исключительно для мастер-класса. Я не буду загонять себя в рамки какого-то заказа. И также это видео не будет демонстрацией каких-то навыков выписывания. Оно будет упрощённое или можно сказать демонстрационное, чтобы показать просто, что зачем появляется на холсте и как реализуется подобный сюжет. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Не забывайте о том, что у вас обязательно всё получится и творческих вам успехов. Ну а сейчас давайте начнём. Итак, в самом начале умбры, прозрачно размешанные с маслом, я постараюсь примерно ограничить те места, где у нас будут цветы, для того чтобы в будущем избежать грязи. Таким образом мы уже закомпоновали изображение и нам будет легче соблюсти пропорции. Теперь начинаем заполнять холст красками. Голубая ФЦ, а где-то и небесно-голубая, белила. Немного добавляем умбры и подбираем оттенки дальнего просвета, где немного виднеется небо. Там где темно работает больше голубая ФЦ с умброй, а где светло, небесно-голубая с большим добавлением белил. Этот дальний план будет размыт. Однако на нём всё же будут едва различаться какие-то тёмные силуэты. Потом мы перекроем эту темноту светлыми розовыми и красными цветами, всякой зеленью. Ну а сейчас мастихином немного растянем краску, чтобы сделать интересный рваный фон. Для этого я немного ещё добавлю краски нужного оттенка на холст и вытаскиваю немного тёмного на светлое и наоборот. Простыми спонтанными движениями усложняем фон, чтобы он не был скучно однородным. Хотя этого и не видно, но во время работы я всегда периодически добавляю разбавитель. Для этого я использую обыкновенное масло льна для художественных работ. Итак, заполняем всё, кроме будущих цветов. Чтобы получить глубокий тёмный оттенок, я смешал голубой ФЦ с умброй. Перемещая свой низ, я постараюсь осветлить фон, сделать плавный переход в сторону коричневого с оранжевинкой. Для этого я не вытираю кисть, набираю немного умбры и добавляю чуточку оранжевого кадмия, который можно заменить красной темной, смешанной с желтой средней. Хотя этого оттенка тёплого и нет на фото, я это сделал для того, чтобы на этом фоне в будущем хорошо просматривались затененные листья и стебли в глубине и внизу. Слева вверху просматривается что-то зелёное, набираем немного жёлтой средней, смешиваем её прямо на холсте с синим и получаем какую-то размытую зелень на заднем фоне. Дальше мастихином можно уравнять или загладить переходы, подправить фон в целом, чтобы он смотрелся более аккуратно, если вы, конечно, считаете, что это нужно сделать. Такие вещи мастихином делать вообще очень полезно, поскольку вы начинаете чувствовать краску, её вязкость, количество, чувствовать инструмент и лучше понимать, какие действия нужно сделать, чтобы получилось что-то задуманное и определённое, то есть набиваете руку. В этом месте я решил снова немного посвоевольничать и добавить немного красного и коричневого, чтобы получить некое подобие внутреннего рефлекса или вторичного света в глубине куста. Теперь переходим к самому интересному. Заполняем те места, где у нас будут цветы. Я напомню, что мы специально оставили их нетронутыми для того, чтобы красные, розовые, бордовые и светлые другие оттенки не смешивали с фоном и сохранили свою насыщенность и чистоту. Чтобы легче понять, как это делать, попробуйте представить изображение как набор пятен разных оттенков. Например, вначале мы заполним то, что будет в тени, а затем будем использовать это как подмалёвок и писать поверху полутень, постепенно переходя к свету. Если вкратце сказать о палитре, то, чтобы получить бордовые оттенки, я использую кармин с добавлением красный-тёмный, и если нужно сделать ещё темнее, я добавлю немного голубой ФЦ. И наоборот, если нужно получить красные светящиеся оттенки, то делаю доминирующую красную-тёмную, немного с кармином. Хочу особое внимание обратить на то, какими движениями я это делаю. Я набираю слегка разбавленную краску на плоскую синтетику и зигзагообразно иду по кругу, делая некую основу для цветка. При этом достигается очень интересный эффект, когда мы кистью подходим к границе фона и тянем её в центр, при этом немного, совсем чуть-чуть захватывается краска фона и образует как будто бы тонкие прожилки на лепестках цветка. То же самое мы проделываем и с розовыми цветами. Используя красную-тёмную и кармин с белилами, я также заполняю эти пустые пятнышки, с которыми предстоит работать. Те цветы, которые направлены к нам, будут затемнены по центру. Позже мы ещё больше усилим тень. Ну а сейчас можно слегка их разбить кистью, чтобы тоже появились прожилки, которые идут якобы от центра с глубины. Свет у нас падает справа сверху, поэтому сейчас можно немного уже на этом этапе проявить его на розовых цветах. Для этого добавим в белил немного красный-тёмный и теми же движениями начинаем делать полутеневые участки. И опять же, когда краска смешивается с той, что уже на холсте, начинает проявляться текстура лепестков. Где-то уже на этом этапе даже едва различим край нежно-розовых лепестков, которые бликуют слегка на свету. Помимо ярких освещенных цветов, которые будут у нас главными, мы постараемся сделать ещё множество цветов, которые будут находиться внутри куста, на которых не распространяется настолько сильно влияние света, но их всё же будет немного видно. Поэтому на этом этапе можем сразу их тоже проставить. Используем ту же самую палитру, те же оттенки и вгоняем их в тот фон тёмный, который у нас есть. Смешиваясь краски, образует действительно такой эффект, вроде бы цветы находятся где-то в глубине и на них не падает свет. Благодаря этому потом создастся определённый объём. Мы покажем больше света на тех цветах, которые впереди, ну а эти, естественно, будут у нас находиться где-то в глубине. Так же будет хорошо и более естественно, если мы развернём некоторые цветы в разные стороны. На этом этапе такие цветы будут выглядеть как такие же цветные пятна разных оттенков, только более овальной формы. И причём это теневое пятно углубление будет смещено немного в какую-то сторону. Ну и где-то, возможно, мы покажем более светлый торец, на который упал свет. Итак, подобную работу мы проделываем по всему холсту. Ещё один интересный момент. Можно взять тонкую кисть и немного, на некоторых цветах, втянуть как бы внутрь с фона краску. Получаются рваные края, которые тоже смотрятся очень классно и придают естественности. Это делается довольно просто, так как краска очень подвижная. Если вы заметили, я умышленно немного увеличил цветы, чтобы больше акцентировать на них внимание. Ну и ещё это связано с тем, что холст более широкого формата. Внутри появились также жёлто-оранжевые пятнышки, пестики или как они называются. И сразу стало понятно, что это будут за цветы. Со стеблями не должно быть проблем вообще, они пишутся довольно просто. Ну и каждая из них заканчивается такими нераспустившимися цветами, бутонами, которые мы изобразим просто как такие шарики сгруппированные, от которых периодически отходятся небольшие листочки. Ну и нужные оттенки зелёного мы получаем смешиванием жёлтой средней и голубой ФЦ. И там, где тень, мы добавляем немного умбры, а где свет, мы берём больше жёлтой средней с белилами. Ну и на светлом мы, конечно же, покажем более тёмные стебли, ну а на тёмном, наоборот, более светлые. Постепенно усиливаем свет по мере приближения к нам. Субтитры подогнал «Симон»! Ну и не забываем также о том, чтобы избегать подсознательного перфекционизма и не нарисовать так, чтобы все стебли были идеально ровные и прямые. Пусть они будут немного наклонены в разные стороны, какие-то будут сходиться, какие-то будут согнуты. Это, наоборот, придаст естественности, которая очень украсит всю картину. Листочки делаем похожими движениями, как и цветы. Набираем на плоскую кисть немного краски зелёного оттенка и двигаемся зигзагообразно вниз. Получается едва заметный листочек, который немного даже оранжевит из-за того, что краски смешались с тем, что уже было на холсте. И таким же образом мы делаем все внутренние листья и стебли, на которых не так явно падает свет. Можно даже немного добавлять оранжевых оттенков для того, чтобы показать влияние рефлекса. То есть тот отражённый свет, который, возможно, отражается от цветов, других листьев и который будет где-то в глубине. Ну и, естественно, по мере приближения, когда мы будем рисовать более ближние листья, мы их будем осветлять. И тогда вся эта композиция начнёт выглядеть более объёмно. Будет хорошо, если мы немного усложним поверхность листьев, хотя позже на них появятся ещё прожилки, небесные блики, свет. А сейчас немного добавим жухлых пятнышек, как это обычно бывает на нижних листочках. Такие места бывают ещё завёрнутыми, рваными. Для этого набираем немного на кисть чего-нибудь оранжевого и с края немного тянем в сторону центра, листочка постепенно уменьшая давление на кисть. И снова, смешиваясь с зелёными оттенками, получаем очень интересную поверхность, которая практически получается сама. Музыка Ещё то, на что хотелось обратить внимание, в некоторых местах мы преувеличим тень, особенно где она будет граничить с будущими освещенными цветами. Это придаст глубины и позволит выглядеть картине ещё более насыщенно и контрастно. Таких пятнышек должно быть немного. Например, ближе к центру смешиваем умбру и голубую фаце и делаем 4-5 таких мест. Прежде чем приступить к выписыванию цветов, нужно хорошо понять, как они устроены. В центре каждого цветка есть тональное затемнение. Поверхности лепестков с прожилками, выходящими из центра, из глубины и слегка бугристая. Этот рельеф хорошо просматривается, когда падает верхний или боковой свет. Сам цветок не является одним целым и состоит из лепестков слегка глянцевой поверхности. Ну а в центре каждого находятся пестики и тычинки, жёлтых, оранжевых или даже зелёных оттенков, что мы попытаемся изобразить. Итак, краска на холсте довольно подвижная, поэтому мы берём кисть и немного растягиваем её из центра, из теневой области, чтобы немного проявился и образовался рельеф. Ну и заново мы усилим и немного яснее покажем эти жёлтые пятнышки. Сделаем так, чтобы они были немного продолговаты и очень хорошо будет, если они будут в глубине немного растворяться и теряться в тени. Ну а теперь настал самый приятный и, наверное, самый ответственный момент. Мы будем сейчас проявлять верхний боковой свет и для этого я использую на красных цветах красную-тёмную, слегка добавляю немного кадмия и потом совсем немного белил для того, чтобы получились освещенные места. Прежде чем приступить к этой работе, обязательно нужно подумать и представить себе, как будет выглядеть освещенный цветок в зависимости от того, куда он будет направлен, куда будет повёрнут его угол наклона и так далее. И только потом высветлять те места, на которые мы поймём, что упал свет. Нечто подобное мы делаем также и с розовыми цветами. Ну и, кстати, интересный тоже приём. Можно пальцами вот так немного уравнять этот переход света и тени и немного разбить эту границу. Ну а для того, чтобы получить такие же оттенки, как я использую в освещенной области, я использую красную-тёмную. Немного добавляю золотистую охру, ну и, конечно же, титановое белило. Это даёт такой нежно-розовый, слегка золотинкой оттенок, который очень приятно, солнечно смотрится и сразу становится понятно, что на эту часть упал свет красиво. Лепестки цветовые имеют различные изгибы, выступы и неровности, поэтому обязательно учитываем все эти переходы, когда делаем свет. Поэтому не будем делать так, чтобы цветы были освещены однородно по всей плоскости и это всё терялось и скрывалось. Цвет, наоборот, должен подчёркивать рельеф. Ну а в центрах розовых цветов мы даже покажем сейчас кармином немного сильнее тень, для того, чтобы было видно, как эта пустота уходит в глубину бутона. Итак, на розовых цветах появился свет и они засмотрелись совершенно по-другому. Ещё немного позже мы добавим немного бликов, для того, чтобы лепестки казались слегка глянцевыми, там где на них падает свет. Но сейчас хотел бы обратить ещё внимание на один интересный момент, который может украсить подобные работы. Мы красиво усложним композицию, если добавим нераскрытых и только начинающих цвести и распускаться цветов. Теперь то, что мы делали с розовыми и красными цветами, мы проделываем и с белыми, за исключением того, что они находятся у нас на переднем плане и мы обязаны показать влияние света на них больше всего. Всё так же мы представили сначала, как они будут выглядеть, если на них будет падать верхний боковой свет справа и начинаем в этих местах их осветлять, используя титановый белил, немного с добавлением жёлтой средней. В центре мы наоборот немного усилим тень, для этого находим нужный нам оттенок, смешивая жжёную умбру и жёлтую среднюю с белилами, чтобы показать внутреннее углубление, откуда будет виднеться жёлтые тычинки. Субтитры создавал DimaTorzok Чем ближе к финишу эта работа, тем больше должен проявиться свет в полной мере, даже в таких мелочах, как края лепестков и контуры, не говоря уже про стебли и листья. Поэтому тонкой кистью с солнечной стороны титановыми белилами с небольшим количеством жёлтой и средней расставляем эти акценты света. Ну и пока у нас в руках эта кисть, набираем на палитре немного тёмной краски, например, образ голубой ФЦ, и в некоторых местах дополняем рваными или посечёнными лепестками для большей реалистичности, как это бывает у подобных цветов. Внутри некоторых гармофончиков поместим тычинки в виде небольших жёлто-оранжевых пятнышек. Это добавит немного впечатлений, что это проработанная картина, и такие мелочи они заставляют всегда задержать взгляд на картине. А это уже большой плюс. И как раз в последние минуты работы над картиной я и займусь добавлением этих мелочей, таких как прожилки и блики на лепестках и на листьях, подсвечу немного стебли, добавлю бабочек и так далее. Конечно, ещё раз повторюсь, что это демонстрационная работа, и я показал примерно, что и зачем нужно делать. Если вы потратите на неё больше времени, то, конечно же, результат тоже будет соответствующий. Но почему я вообще выбрал такой сюжет для того, чтобы сделать мастер-класс? Дело в том, что я уже написал не одну подобную и похожую работу, и, как сказала одна женщина интересная по этому поводу, я хочу эту картину, чтобы у меня дома круглый год был кусочек лета. Это действительно очень здорово. И судя по тому огромному количеству лайков и комментариев под подобными работами, я вижу, что эта тема довольно для многих является интересной. И, надеюсь, я немного её приоткрыл в этом мастер-классе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а если вам вдруг понравился этот выпуск, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Комментируйте, задавайте вопросы, советуйте. Ну и желаю всем вагон вдохновения, творческих побед, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok